добрый день дорогие друзья вы смотрите хроники столяра любителя и сегодня мой короткий рассказ о том как я делал в подарок хорошему товарищу вот такие настольные часы из кусочка сосновой доски просто-напросто взял пятидесятку сосновую выпилил из нее деталь размером 100 на 100 миллиметров вот этот вот квадратик и сейчас снимаю заднюю стенку решил чтобы было сделано из цельного куска чтобы сохранился рисунок дерева по волокнам поэтому будет у меня корпус и задняя стенка часов сделал вот такой циферблат и при помощи китайской выжигалки лазерный перенес этот циферблат вместе с дарственной надписью на корпус ссылку на китайскую выжигалку в описании привел я вот получился такой циферблат ну а дальше превращаем заготовку в часы это отверстие под часовой механизм здесь выйдет он а теперь нужно выбрать углубление под сам часовой механизм для этого просто-напросто физически ограничил ход перемещения корпуса и по чуть-чуть выпуская фрезу выбираю эту выемку то есть вот сейчас у меня фреза выдвинута вверх совсем немного вот таким вот образом ну а потом постепенно поднимаю фрезу все выше и выше довожу эту выемку до такого состояния что толщина вот верхней части корпуса там буквально три миллиметра осталось вот так вот значит часы у меня на сейчас вот имеют форму параллели пипеда а я хочу боковые грани завалить назад чтобы немножко изменить геометрию корпуса для этого мне нужно заднюю стенку обратно приклеить обратно обратно приклеить обратно да смешно сказал ну ладно но вы поняли в общем приклеиваю заднюю стенку корпусу чтобы это стало единое целое но так вот стыкую как в космосе космические корабли стыкуются давай бухти мне как космические корабли бороздят большой театр вот корпус теперь опять стал единым целым и мне нужно подготовить циркулярную пилу сейчас у меня стоит диск для продольного пиления с 26 зубами я вот его убираю и ставлю диск cmt шный с 60 зубами для более точного чистого пиления вообще замечательно этот фреза поэтому уж извините показываю как я ее ставлю мне самому это очень нравится так наклоняю пильный диск на 5 градусов и теперь мне нужно выставить параллельный упор на расстояние равном стороне корпуса моих часов но поскольку у параллельно упору штатного щель между ним и столешница используют такую еще дополнительную планку который более плотно прилегает к столу и со всех четырех боковин снимаю 5 градусов заваливаю все четыре боковинки и таким образом корпус когда потом стоит на столе сами часы интереснее смотрятся чуть-чуть передняя стенка наклонена ну и вообще как симпатичнее получается вот все четыре боковинки завалил но то что подожглось потом все шлифовка и уберется поэтому разъединяю основы чтобы потом не потерять где у меня что чтобы вот эту структуру дерева была преемственность пометил маркером думал что вот эта граница между корпусом и задней стенкой будет минимально видимо но она видимо для того чтобы скрыть я еще более усугубил и такую фасочку снял и в результате будет выглядеть вот так пусть лучше будет нарочито видно чем неаккуратная щель обработал все в сначала водной морилкой дуб а потом воск для мебели мореный дуб ну и таким образом у нас сосновые стали дубовые желтые саморезы которыми крепится задняя стенка корпусу я решил заворонить потому что вот эти вот желтые блестяшки совершенно не симпатично смотрятся в данном изделии поэтому на газовой горелке нагреваю саморезы и вот тряпочка с машинным маслом выполняет воронение то есть чернение вот видна разница между исходным желтым саморезом и вороненым по моему так вот гораздо симпатичнее получается когда они такие черненькие и они симпатичнее чем просто взять черный перекаленные вот эти обычные саморезы комплект стрелок у меня длинноват но тут решение простое потом еще наждачкой кончики стрелок подработал чтобы поаккуратнее было ну все в общем-то все исходные детали готовы у корпуса ушка для подвеса тоже откушена потому что она там не мешается чтобы вставить корпус самих часов сейчас посмотрим как войдет вот вроде входит в общем-то как будто так и надо ну и производим окончательную сборку стрелки выставляю все ровно на 12 часов чтобы потом при когда часы будут идти чтобы все угловые вот эти пропорции сохранялись и часы показывали корректное время ну и вот четыре наших вороненных саморезов стали на место все подарок готов учет далеко его от камер поставил а вот так вот получше ну вот получились вот такие настольные часы дерево в общем все фактурно структурно симпатично как мне кажется ну а вам большое спасибо за внимание